Друзья, приветствую всех. Бывший сотрудник АГБ и внешней разведки Сергей Жирнов. Сергей, здравствуйте. Здравствуйте, Даша, и привет всем нашим зрителям. Что, как вы считаете, возможно, вы знаете больше с Кадыровым, что с его состоянием здоровья? Вот буквально последнее его видео, он очень увеличится в размерах, и все обсуждают его состояние здоровья. По вашим каналам, что вы знаете? Ну, это не последнее время, это уже довольно продолжительное время. Действительно, все обратили внимание на то, что у него физическое состояние изменилось, и это заметно невооруженным глазом. Для этого не надо быть даже ни доктором, ни специалистом в медицине, чтобы понимать, что когда у человека так прибавляется вес, так изменяется цвет лица, так изменяется вообще его структура тела, то явно у него что-то с обменом веществ, явно у него что-то ненормальное, то есть либо он очень сильно переедает, либо еще что-то. И ходили, в общем, слухи о том, что он пользуется какими-то наркотиками, это не обязательно там может быть героин, но у него какие-то там вещества, на которых он сидит. У него есть медицинская зависимость от этих псевдонаркотических веществ, и регулярно делаются какие-то, предпринимаются какие-то усилия, чтобы снизить эту наркотическую зависимость, или даже попытаться с ней бороться. Его, говорят, возили в Арабские Эмираты, или куда-то на Средний Восток. За ним наблюдает, кстати, его личный врач, который араб, с этого Среднего Востока, но пока что никаких, то есть у него пока что все это прогрессирует. Вот, и здесь, в общем, сказать ничего, так сказать, для его семьи, для него самого положительного не приходится. То есть, скорее всего, это будет продолжаться, потому что он, в общем, сел на зависимости, а когда люди сидят в такой зависимости, то чаще всего это заканчивается очень печально. Ну, безусловно, тут вопрос, кто будет преемником Кадырова, остается открытым, да? Ну, вот у Кадырова, кстати, никакой открытости, никакой закрытости в этом смысле нету. То есть, нет, я не считаю, что вопрос остается открытым, потому что у него во власти, в Чечне, все его родственники, вообще Чечня – это непатическое образование, которое живет культурой средних веков, то есть у них там родоплеменная, на самом деле, организация общества, несмотря на то, что она встроена в Российскую Федерацию современную, как бы. Вот, по этому поводу там наверняка найдется, ну, во-первых, у него несколько сыновей, вот, и хотя старшему там вроде бы еще по законам Чеченской Республики он не может быть президентом, точно так же, как Кадыров, тогда, когда его Путин выбрал в качестве преемника, он был слишком молодым, и поэтому его сначала назначили премьер-министром, вот, а потом уже формально он мог стать президентом Чеченской Республики. Вот, но здесь надо понимать, что пока Путин жив, Путин определяет судьбу Кадырова, и Путин определяет судьбу преемника в Чечне. Вот, поэтому именно он будет назначать, точно так же, как выбрал Путин Кадырова-младшего после убийства ФСБ, его отца, точно так же из клана Кадырова, возможно, по всей вероятности, Путин выберет преемника Кадырова. Сергей, а вы помните, когда все обсуждали состояние здоровья Кадырова, то его сын, его преемник, он встречался с Путиным, и это было очень показательно, там были фотографии и так далее. Ну вот, вот об этом и речь, то есть, в принципе, Путина, кстати, устроит такой вариант, потому что, если будет даже несовершеннолетний, они могут, кстати, изменить даже конституцию Чечни под это дело, это не проблема, вот, потому что понятно, что если будет юный какой-то отрок находиться во главе Чечни, тогда Путин будет регентом при этом отроке, тогда будет понятно, что даже в реальности никакой этот человек не будет принимать никаких решений. Вот, ну там наверняка есть у них какой-то там госсовет вокруг этого самого президента, то есть, на самом деле, клан организует каких-то родственников, дядьёх, потому что у Кадырова, на самом деле, все родственники расставлены по руководящим по странам. У него сестра, его сестра является министром культуры, да, его там дядями и тётями, двоюродные племянники. Вот мы слышали недавно, как какого-то из кадыровцев, кадыровского клана какого-то человека назначили даже руководить одной из крупных компаний иностранных, которая ушла с российского рынка и, значит, поставили во главе её кадыровского родственника. То есть, в этом смысле, там, какого из клоунов взять из этого клана, чтобы его посадить на трон Кадырова, а править будет Кремль, для Кремля проблемы никакой нет. Сергей, вот появилось расследование, можем объяснить, но перед этим расследованием задам вам вопрос. Вот Путин, и вы тоже это обсуждали недавно, открыл железнодорогу, где два километра дороги стоят 350 миллионов долларов. У Путина есть тайный бронепоезд, где есть специальные железнодорожные пути, железнодорожные станции тупиковые, которые построены именно для него. Они ведут ко всем его тайным резиденциям, открытым резиденциям, бункерам. И туда же, говорят, и на этом бронепоезде путешествовала и Алина Кабаева. Как вы считаете, зачем Путину этот бронепоезд с огромным количеством купе, массажных салонов, личным рестораном, поварами, обслуживающим персоналом, который проходит медицинский осмотр и сидит на карантине? Зачем это все диктаторам? Во-первых, Путин никакой не диктатор, потому что он вообще ничем не руководит. Мне, кстати, очень не нравится, когда его на украинских каналах называют диктатором. Потому что диктатор – человек, который что-то решает, который стоит во главе диктатуры. У Путина нет никакой диктатуры. Это показало 24 июня, где этот был диктатор, который защищал свою диктатуру. Нет никакого диктатора Путина. А Путину, маленькому человечку, который делает вид, что он является президентом Российской Федерации, поезд удобнее, чем самолет. Потому что на самолете все-таки... Самолеты отслеживаются, потому что есть мировая система, значит, трекинга самолетов. И по этому поводу даже самолеты российского отряда, президентского отряда, они все равно, значит, отслеживаются, геолокализуются. И это создает проблемы для Путина. Потому что это движение можно анализировать, можно понимать, куда он летает. Даже если это не он сам, но все-таки самолеты этого отряда, когда начинают куда-то летать, это дает пищу для анализа и для информации. А вот передвижение поездов в Российской Федерации, хотя, в общем, тоже отслеживаются товарные составы, например, потому что грузополучатели, грузоотправители, им важно знать для экономики просто, где находится их груз и куда там он поставлен, как он движется от продавца к покупателю. Но в целом поезда отслеживаются гораздо меньше, чем самолеты. И вы понимаете, что поезд — это просто гораздо большее пространство, чем самолет, и просто там комфортнее находиться, чем в самолете. Плюс самолет, не забывайте, что когда самолет летит, когда самолет поднимается на 10 километров, на 10 километров, на 10 тысяч метров, то он находится ближе к Солнцу, и его защищает на 10 километров меньше воздуха от солнечной радиации, чем тогда, когда мы находимся на Земле. И поэтому, кстати, весь персонал самолетов, которые постоянно летают, пилоты, спиардессы и так далее, они, кстати, получают гораздо больше радиации, чем средний землянин, который находится на Земле. И Путин, возможно, боится этой дополнительной радиации, потому что летать ему приходится немало. И плюс самолет — это все-таки гораздо меньший объем жилого пространства. А на поезде, вот нам там рассказывали, там у него 15-16 вагонов, то есть там можно на самом деле, можно любой состав сделать, хоть 30 вагонов, а каждый вагон — это самолет, глупо говоря, или там два вагона — это самолет. И поэтому, конечно, просто больше, комфортнее жить в таком составе. Там вот можно, как вы говорите, туалет, и ванна, и жакузи. И с собой можно перевозить те вещи, в которых Путину комфортно. То есть, конечно, когда он перемещается, допустим, в свою резиденцию, туда летает несколько бортов, которые тут же немедленно ему перевозят. И, возможно, даже все еще проще. У него просто там есть, грубо говоря, 6 комплектов всего, что нужно для жизни, каждый из которых находится в каждой резиденции. Ему вообще с собой ничего не надо возить, как нормальным людям. Вот он не берет с собой никаких чемоданов, ничего не надо ему, потому что в каждой резиденции у него всегда есть там 20 или 30 костюмов одинаковых, всех таких же, которые есть в любой другой резиденции. Там нижнее белье, рубашки, свитера, костюмы спортивные, шорты, все что угодно. И по этому поводу ему просто комфортнее в поезде, потому что в поезде просто больше, с одной стороны, места. С другой стороны, поезд все-таки идет по земле. То есть я не исключаю того, что Путин просто к 70 годам или к 71 году официально, а даже по неофициальной биографии к 73 годам, стал бояться летать, потому что самолеты падают все-таки больше, чаще, чем поезда сходя с рельс. И поэтому в смысле безопасности он может тоже считать, что безопаснее ездить на поезде. Друзья, поставьте лайк этому видео, напишите комментарий, откуда вы нас смотрите, подпишитесь на мой YouTube-канал, даже счастливая, подпишитесь на YouTube-канал Сергея Жирнова. Если смотрите нас, телеканал прямой, нажмите на название, там будет возможность подписаться. Лайк и комментарий позволяют сделать так, чтобы интервью Сергея Жирнова посмотрела больше аудитории по всему миру. Сергей, ну мы знаем о том, что Путин на войну тратит 1 миллиард долларов в день, и при этом он ее продолжает. Насколько это масштабная сумма для жизни россиян, и сколько он еще сможет тратить этих миллиардов? 1 миллиард долларов в день. Нужно понимать, что в этот миллиард не входят обязательно живые деньги, которые вот сегодня печатаются или сегодня находятся в бюджете, потому что в этот миллиард входит также и все военные расходы, в том числе на старые танки, на старые самолеты, на старые ракеты, на старые калаши, на старые какие-то запасы и так далее. Но, тем не менее, конечно, и живые деньги тоже тратятся, потому что нужно платить, во-первых, деньги всем тем, кто на войне за деньги, нужно платить за их питание, за их проживание, за их обеспечение, за логистику, за перевозку. То есть на самом деле много чего, за что надо платить, и плюс надо платить за производство новых боеприпасов, новых танков, новых самолетов и так далее. Хотя самолетов, кстати, в России производится очень мало, танков, кстати, тоже очень мало производится. Вот в основном они сейчас Сейчас занимаются созданием просто боеприпасов, причем боеприпасов несовременных. У них, кажется, по данным экспертов, у них нет современного оборудования, чтобы даже расточить болванки для снарядов. И поэтому они берут старые советские снаряды, в которых уже порох превысил все троки хранения, раскурочивает их и затем начинает к новым порохам и переправляют на фронт. Вот, кстати, судя по всему, в Загорске, помните, в Сергиевом Посаде недавно, когда был взрыв, там находилось предприятие по переработке таких снарядов, и поэтому там был запас пороха, который то ли его вынули из этих снарядов, то ли это новый порох, который предназначался для того, чтобы их ими снарядить, и вот он, когда взорвался, произошел такой мощный взрыв. Так что, в общем, вот так обстоят экономические дела на военных фронтах и в тылу у Путина, но Российская Федерация при всех ее экономических проблемах является все-таки не такой маленькой страной, и у нее запас прочности в этом смысле довольно большой, к сожалению. То есть, по крайней мере, там на год, на два, на три, ей этого запаса прочности пока будет хватать, хотя с каждым месяцем ее проблемы будут увеличиваться. И доказательством этому является падение курса рубля, в частности, и инфляция на потребительском рынке Российской Федерации, которую можно уже квалифицировать как галлопирующая, потому что она превысила двухзначные проценты, двухзначные цены. Сергей, в тюрьме умер генерал ФСО и куратор стройки Дворца Путина. Генерал Федеральной службы охраны Геннадий Лопырев, курировавший стройки Дворца Путина в Еленджике, скончался в возрасте 69 лет. Связываете ли вы это с чем-то, или это действительно просто, как вы считаете, от старости или так далее, по состоянию здоровья? Во-первых, у него должность тогда, когда до того, как он сел в тюрьму, а сел он в 2016 году, была гораздо важнее, чем строительство просто этого Дворца. Потому что он отвечал за службу Северо-Кавказскую службу ФСО, то есть он курировал весь Северный Кавказ, то есть Ставропольский край, Краснодарский край, Ростовскую область и все автономные республики Северного Кавказа. И туда входили не только строительство этого Дворца, но туда входила резиденция Путина, Бочаров, Ручей и санатории управления делами, медицинского центра управления делами президента Российской Федерации, а также многие другие объекты, которые находятся на территории этих субъектов Федерации. И его, строго говоря, посадили вообще за взятки во время Олимпиады Сочи, потому что ему менялась в вину взятки с 2012 по 2015 год. Он сидел уже много лет, он собирался выходить по УДО, ему было 69 лет, то есть, в принципе, он не такой молодой человек. И хотя вот его адвокаты и семья говорили, что у него, в общем, было прекрасное здоровье, он там занимался гимнастикой, он ходил там 15 километров по той зоне, где он находился. Но, тем не менее, в общем, 69 человек в России для мужчины – это уже возраст, когда явно начинаются какие-то проблемы, потому что средний возраст мужчин в России 65-67 лет, когда они умирают. И он, так сказать, явно превысил эту планку. Так что, в принципе, естественные причины здесь исключать нельзя, хотя, в общем, в путинском режиме за последние полтора года было примерно 40 странных смертей. Но вот этот самый бывший ФСОшник, ему, кстати, на него Путин не обиделся, потому что за взятки в Российской Федерации не обижаются. И ему даже тогда, когда ему припаяли этот срок довольно большой – 10 лет, у него, допустим, не отняли генеральское звание, и у него не отняли государственные награды. То есть, если бы он вышел, то он получал бы военную пенсию или даже вернулся в каком-то качестве, может быть, даже на военную службу, что, конечно, сомнительно, но тем не менее. И странно довольно, что если его ликвидировали, то зачем надо было так долго ждать, потому что у него был заместитель, который известен, по-моему, Жилин или Жижин, что-то в этом роде, который умер, кстати, при странных обстоятельствах в 2016 году, тогда, когда шел процесс, тогда, когда он мог рассказать какие-то детали, и вот там можно было подозревать совершенно с большой вероятностью какую-то действительно ликвидацию неудобного свидетеля. Ну а здесь, в общем, я думаю, что не исключена, кстати, совершенно просто обыкновенная, как бы не то, что совпадение здесь, ничего никакого совпадения нет, просто человек 69 лет в России вполне может уберечь. Сергей, а зачем, как вы считаете, Валерий Соловей постоянно говорит, что Путин находится при смерти и никуда не ходит? Я это говорю в контексте того, что Путин недавно поехал в Ростов-на-Дону, где он впервые после мятежа Пригожина, Путин редко куда-то выезжает, может быть, это не, опять-таки, не Путин, а двойник. И для чего это было сделано? Ну и особенно в контексте заявления того же Соловья, что Путин уже лежит, не ходит, а вместо него передвигается двойник. Что скажете? Я скажу, что Валерий Соловей и еще несколько людей ведут свои телеграм-каналы, которые занимаются оперативно-психологическими мероприятиями, то есть, грубо говоря, участвуют в психологической войне против Российской Федерации, против путинского режима. И поэтому это надо воспринимать не только как заявление эксперта, но и как человек, который встроен в политику. Кстати, Валерий Соловей откровенно высказывался на своем канале, что он дает не экспертизу, а он участвует в работе группы, которые готовят смену власти, транзит власти в Российской Федерации и впоследствии претендует, кстати, на власть в Российской Федерации. По этому поводу ему, безусловно, выгодна история о болезни Путина, и ему выгодна история про двойников Путина, которые просто унижают Путина как президента, унижают его как дееспособного человека, и унижают его как человека несмелого, который просто боится появиться на людях, в толпе и так далее. И поэтому это надо воспринимать именно так. Я посмотрел последнее появление Путина, и вот на открытии этой самой железной дороги в Москве, и при визите, так сказать, в Ростов, у меня создалось впечатление, вот лично у меня, что это был настоящий Путин в этот раз, в обоих разах. Но и Валерий Соловей, и мой партнер по ежедневной, еженедельной передаче «Итог недели генерал СВР» утверждают, что это было двойник. Ну, вот у нас здесь расхождение, потому что я считаю, что это был настоящий Путин. Сергей, ну и в завершении, как вы оцениваете вот такое понятие, о котором многие говорят, как мачизм Путина и демонстрирование Путиным, что он альфа-самец, с точки зрения информационной технологии, пропаганды и так далее. Вот в завершении ваш взгляд, то, что вы можете очень четко сформировать портрет, в принципе. Ну, здесь все понятно, потому что Путин, когда пришел к власти, он был никому неизвестен, и ему нужно было создавать портрет человека, который, в общем, дееспособный, молодой, по сравнению с Ельцином. Тогда ему, кстати, было это сделать очень просто, да, потому что Ельцин тогда был старый, больной алкоголик, и когда появляется достаточно молодой, вменяемый, среднего роста или там маленького роста, но средний, по всем характеристикам он средний россиянин Путин, вот средний мужчина, который, в принципе, так сказать, даже нравится женщинам, даже нравится их мамам. Вот если такой вот супруг, если не знать, что он садистый, что он будет над вашей женой и над вашей дочкой измываться потом, если он примет рюмку красного вина или там водки, да, то, в принципе, он создал впечатление вполне себе вменяемого и нормального человека. Кстати, поэтому у него и вырастла так популярность, потому что он соответствовал запросу общества на вот такую картинку. Но одновременно у Путина очень большие комплексы личные. Он зашоренный человек, у него комплекс неполноценностей, комплекс маленького роста, вот, и он компенсирует эти комплексы за счет переигрывания и за счет создания образа вот такого крутого мужика. Ну, плюс ему помогает, естественно, средства массовой информации, которые на него работают, потому что, когда он перемещался, его всегда снимали с нижней точки, камеру ставят ниже человека, и таким образом он становится высоким, большим. Вокруг него подбирают людей, которые ниже его по росту или примерно такого же роста, как и он. Таким образом, создается впечатление, что все у него нормально с ростом. И, кстати, в этом смысле он терпеть не мог все ельцинское старое окружение, которые были все высокие. Вот Сергей Борисович Иванов – высокий, Немцов – высокий и так далее. Можно еще несколько значимых людей упомянуть. Все они высокие, а Путин маленький. Ему комфортнее среди маленьких людей. И плюс, значит, вот этот имидж альфа-самца, он востребован Российской Федерацией, потому что Российская Федерация – тоже такое отсталое, убогое общество, где женщина ничего не играет, никакой роли, как она играет, например, на Западе. Вот женщин-политиков почти нет в Российской Федерации. Матвиенко вообще редкая женщина долетит до середины Кремля. И то, когда она там долетит, то это Валька Сакан тоже обратно. То есть вот там Валентина Терешкова какая-нибудь, которую там выкопали мамонтиху космическую, и она там надувает щеки где-то. Вот там, в общем, понятно, что спрос в Российской Федерации есть больше на мачо, на крутого мужика такого. И вот Путин играл этого крутого мужика. Но на самом деле мы обратили внимание, что когда он выходил на татами, очень редко, когда он боролся с, скажем так, с взрослыми мужчинами его корпуленции, его возраста, а, как правило, ему посылали каких-то детей, из которых он там, значит, детей маленьких. Ну, у него предпочтение, опять же, ему нравится сцеловать по бок мальчику Никите, поэтому здесь всё было как бы ещё прозрачно и в этом смысле. Вот так что это вот такой имидж, который Путин себе создавал. Но вы обратили внимание, что уже как года три, наверное, если не четыре, он никаким спортом больше публично не занимается. Он не катается больше на лыжах, он не катается на лошадях, он не оголяет свой торс. И в этом смысле вполне, кстати, вот тогда и на этом фоне, кстати, возникает вопрос, а почему этого не делает? А может быть, прав Валерий Дмитриевич Соловей и генерал СВР, когда говорят, что настоящий Путин на самом деле болен, и настоящий Путин никуда не может выйти, а выходит на свет только двойник. Кстати, я обратил внимание, что вот у настоящего Путина, в принципе, довольно солидный животик. И вот тогда, когда вы можете пересмотреть вот это открытие железной дороги, где он стоит в костюме, у него видно, что у него, в общем, выпирает живот. А вот когда нам показывают какого-то Путина, который снимает пиджак, то там вроде чуть ли не вообще культурист какой-то, у которого шоколадные таблетки на животе. И это явно совершенно не тот Путин, который стоял с Собяниным и открывал с большим животом эту самую железную дорогу. Друзья, интересно, что вы думаете об этой конспирологии, об этих теориях и о всей информации, которую Сергей Жирнов нам сегодня озвучил. Напишите в комментариях, как вы считаете. Мы будем с Сергеем продолжать этот проект, Путина и его ближайшее окружение. Будем рассматривать это все с нетривиальным углом, под углом внимания Сергея Жирнова. От него ничто не скрывается. Лайк, комментарий, подписка приветствуются. Сергей, благодарю вас за это интервью и, надеюсь, до скорых встреч. Спасибо, Даша. И всем спасибо нашим зрителям. До скорых встреч. До свидания.